Хей-хей-хей! Всем привет, друзья! С вами Брэдэс, и добро пожаловать на Могуланг Плей! Сегодня будем играть игру про двух ковбоев под названием Sunset Riders. Поставим трудный уровень, минимальное количество жизней, и давайте начнём! Let's kick it! Ну, давайте выберем карману, и я сегодня хочу попробовать просто пройти всю игру и не умереть. То есть, у меня сейчас три жизни, я попытаюсь не истратить ни одну из них. Так, здесь будет сейчас огонь, надо будет осторожно. Мы можем скользить через огонь, это даёт нам возможность быть неуязвимым на пару секунд. Будем сегодня стрелять в мешки, собирать звёздочки и кидать бочки на противников. И, конечно же, забегать в бар и собирать все монетки и оружие. Так, ещё одна звёздочка. Что вообще даёт звёздочка? Это возможность поучаствовать в гонке, чтобы собрать побольше жизни. Или монеток просто. Так, сейчас я хочу вам показать один трюк, который я всегда выполняю. Это я оставляю этого противника жить, и его потом сбивают быки. Так, меня прикалывает. Так, идём дальше. Стреляем сзади, спереди, смотрим по сторонам. Берём бомбочку, кидаем её в воздух и взрываем. Именно там, где противник. Заходим в бар. И так как мы неуязвимы на пару секунд, можем отстреливать врагов. Так, забываем смотреть сзади. Неважно. И, конечно же, собираем оружие. Вот тут будут скураться от быки. Мы заделаем тот же самый трюк. А, блин, хотя монетка суббит не получилось. Обычно, когда подстреливаешь врага, то дают, ну, монетку. Вот тут, когда быки, вот, бивают его, получается, две монетки почему-то. Так, ну что ждёт нас дальше? Ну, конечно же, ответ простой. Это разбойники со всех сторон. Сверху, снизу, сзади. За коробкой я вон вижу ещё одного. Ну, возьмём гранату с собой. И взорвёмся. Ап, нет, не взорвалось ничего. Иногда бывало такое, что я беру эту гранату, и она взрывается просто там. Прям именно, где они оба стоят. Так, ну давайте завалим боссов. Саймон Гритвелл. Вот и настал второй раунд. Как-то... Каждая локация имеет по два раунда. Вот, мы вот первую прошли, получается, сейчас настала вторая. Сама главная, не взорваться и не умереть. Как стреляет, он спрятался. Со всех сторон, как я уже и говорил. Так, здесь я просто в бар зайду, потому что меня так завалят. А я же хочу пройти живым, не умереть. С звёздочкой, к сожалению, я не поймал. Ну ладно. Так что, мешочек и трава-вальючок. Супер. Разбойник я уже наверху. Супер. Не успел накрыться. Так, дай-ка мне мешочек. Дай-ка мне мою звёздочку. Ну, давай, беги. Какое-то непонятно, зачем они это делают. Они всё время из-за того огня сами погибают. Пусть какая-то в этой игре... Ну ладно, я всё равно люблю эту игру. Кто бы что ни говорил. Всё равно люблю играть и перееигрывать. Ты игру тысячу раз. Ретка. Оп-оп. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Думаю, ещё шестой будет. Ну, француз. Ну что, друзья, вот мы и дошли до босса. Так, здесь две опции есть. Либо стоять под ним, либо просто здесь стоять и стрелять. Ну, я постреляю здесь, потому что потом я могу быстрее избавиться от босса. И готово. Так быстро. Надеюсь, он мне даст сегодня эту копеечку, эту монеточку. Ну да. Как я и ожидал. Похраните меня с моими деньгами, он говорит. И умирает. Наверное. Мы его тут, конечно, конкретно подстрелили. Вот. А если бы вы играли сейчас эту игру на двоих, то вот эти проценты, которые считаются, это урон, который вы нанесли боссу. Я, конечно, сейчас сто процентов нанес урона боссу. Если бы вы надвоем играли, то это бы, конечно, поделили проценты. Так. Теперь я хочу собрать все монетки. И жизни. Попытаться все собрать. Это очень трудно. Но надо смотреть все время за тенью. Давай еще одну жизнь. А, жалко. Ну ладно. Ну вот. Первый раунд завершили. Скачками. Очень хорошо. Три жизни и четырнадцать монеток. Супер. Супер. Ну вот. Идем дальше. У нас следующая локация. Это поезд. Он меня уже конкретно тут встречает. Да, звездочка мне. Спасибо. Да. Это. Вот это вот, что я ненавижу. Это эти столбы. Я раньше не понимал, куда надо смотреть или это что надо смотреть. Откуда мы знаем, что сейчас будет столб. А вот столб прошел. И второй появляется. Потом промотайте, если хотите увидеть. Вот столбик был. И сейчас второй идет. Преграждение. Поехали дальше. Так. Я бы вам не советовал здесь, как я, так немного тупить и ждать. Потому что вас тут завалят. Либо вы подорветесь, как почти это сделал я. Ну и можно просто быстренько проскользить. До девушки. И раунд закончим. Вот так быстро, друзья, мы прошли второй раунд. И, конечно, сейчас перейдем к боссу. К Паку Лёку. Опять же. Живым или мертвым доставить его надо. Давай, вылазь из бочки. Вот это, наверное, друзья, самое тяжелое, что мне предстоит. Это успевать везде и всюду. И стрелять, стрелять, стрелять. Никого не жалеть. Смотреть, конечно, на эти столбы. И в сторону стрелять. Это уже капец был. Это было жестко. Нормально было немножко подышать. Пять секунд. Так. Получаем. Тоже получаем. Сверточка моя. Пригрожение перепрыгнули. Супер. Так. Надеюсь, я дойду до босса. Супер. Ну, мы молодцы. Раз добрались так далеко. Сейчас самое главное, если у вас два дробяка, просто идти и стрелять диагонально. Когда он не должен в вас попасть. Довольно быстро. Стоим. Собираем. Прыгаем. И делаем крутую позу. Хе-хе. Вот так быстро. Я раньше, когда у меня был один дробовик только так, да? Если не собрали ресурсы, то долго будете играть и все жизни потеряете. И просто умрёте, наверное, на этом уровне. Раньше меня это бесило сильно. Но сейчас знаю, как играть. Эээ. Делаю правильно. Ну, полетели. Давайте соберём все монетки. Когда с друзьями играю, они всегда говорят. Как ты их собираешь, я не вижу, я не знаю как. Не могу собрать, я кричу так. Просто смотрите на тень. И играйте столько много лет, как я, и вы научитесь. Так. Пять жизней уже собрали. В тот раз, по-моему, четыре собрали. А в этот раз пять. Ну, это уже супер. Дом там, где тебе хорошо. Всё просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бомбу. За секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. Откроет дверь и тут баба! А теперь от него ничего не осталось. Продолжение следует...